вот он персонаж а ну что пик хороший мобильный опять же получается очень активный можно быть начали инициировать неплохо и два ромащих суппорта тоже будет да начаться стрим видимо не то попробую перезапустить тогда чем-то твич у нас залагал сантауа а разбирать тим пик так ребят но я стрим запустил я не знаю с ума сошел твич просто внезапно обрубил трансляцию причем эксперт продолжает записывать фреймы и все вроде бы окей дропов никаких ничего нет но просто-напросто твич стрим уронил ладно я быстренько выработал сейчас у вас там должна появиться и должно быть все хорошо вы мне там найти фидбэк по поводу того что идет или не идет вот но мы с вами тогда еще раз представлю смотрим четвертьфинал турнира ворлд и спорт чемпион шип у нас между ребятами из натю свинцера и лгд стек а первой карте нави победили им сейчас нужна еще одна победа для того чтобы пройти в полуфинал пики у нас у нас уже были сделаны давайте знакомиться кто на ком зачем и почему банскор взялся без кавров мэйджа фнг вторую карту на беджа фолспирит будет отыгрывать фаник на трансном айде в сложный хвост пересел на миран и в трипле на ней будет катать у нас ну а понятное дело в день бенди у нас будет будет играть на тинкере в миду ну и ребята из lgd давайте с ним тоже познакомимся 333 q играет у нас на кентавре сейчас героглиф на спектре мэйби на бремастере исполнит к капитан командно шаду шамане ну и картер на иезе вроде бы здесь тоже особых это проблему расположение в линии лжедей быть не должно отправляют триплу конечно же в легкую сформяющий спектрой мид конечно же должна должен идти бремастер ну и сложно отправлять скитава ну а нави под смоком побежали в чужие леса и попытка кого-то будет найти кого-то инициировать давай вижу стрим теперь у меня тоже уже поднялся да все окей все должно быть хорошо надеюсь на switch больше так не будет шалить так и забеги под смоком могут что-то шамана вовремя разворачивается нас капитан команды уже не знаю кто прыгает на стайм волки фаник пытается замедлить пошел у нас там конкасе в шот и ару не попадает в хвост да и в итоге зацепить не получилось близкие были буквально немножечко не хватило опять же одно неловкое движение в сторону противника шаду шамана это был бы ходячий труп но обошлось все обошлось хорошо для лжедей не подставились и поэтому феррс бада до спауна крипов не будет ты по-прежнему будет стоять в сложно сколько я понимаю или нет это пауза ну вот все по стримам все хорошо да еще раз извиняюсь не знаю с какой стати но спит работал интернет работал все работа то есть у меня тут твоя игра идет отлично если что в тяните че просто трансляция пропала дальше сама не продолжится поэтому вынужден был я и перезапускать но у нас все пофиксил нас все теперь работает так что возвращаетесь прямой эфиры так у нас была небольшая пауза какие-то проблемы с пингами все вроде пофиксилась да и продолжаем смотреть трипла все-таки в легкую отправиться у на вея здесь отправиться сложную банник будет терпеть против триплы по это делается номинально только трипла у на вея конечно же здесь те самые перемещающиеся ромящие гангующие саппорты беде бенге из ковров мага и вот сейчас пытается таковать они брю мастера ну что посмотрим получится не получится тинкер чем может помочь может вам очень пока ничем пока ничего не прокачал но по надобности опять же он качал лазер сейчас на против ремастер то что нужно испытать видим по моему шаду шамана накидывали конкассер шот забивали с руки фангешки готов еще один стан sky бьет с руки фисурка пошла хорош 65 хп есть тангусиком отхилю эту шаману после . нужно дать пангешка дает . но осталось там 9 хп буквально не добили как же сейчас хорошо все сделал q вовремя откидал стан гусиком уходил специально от атаки и в общем-то у него действительно все вышло как надо не подставился под ферзбат в очередной раз ферзбат нави сделать не получается уже у них была вторая хорошая возможность и они ее не реализовали ну вот не все так сладко как первой карте пока идет но это то что не буду искать еще варианты еще сделать какие-то попытки кого-то забрать сейчас перемещаются на нижнюю линию здесь нужно гонять конечно же спектру хотя в принципе фаникса задача неплохо справляется так вот прям агрессивно очень играет что спектра его боится не подходит фаник стал шел дома видим три крипа своих о чужих обил 6 своих с динайл вообще просто перед носом у спектры да и настолько конечно сейчас lgd боятся перемещающихся суппортов нг иван скоро что даже на своей линии боятся высовываться крипом не подходит просто жесть вот видим тут начинает ку перемещаться держаться около своего брю мастер то есть мало ли что нужно будет помощь она и понятна при вас и раз пошел контроль труды рон сейчас появится на второй минуте посмотрим команда останется отзываться к брю мастеру угадал без ботла себе забирает но тем не менее оттерением хвоста и против кентавра ну понятное дело что хвост пока у нас номинально в соло персонаж здесь и кентавр может себя чувствовать более-менее хорошо притер он покачал себе виден то было неплохо сапог имеет но и главное до появления запрос конечно же на фармить себе на торопил бусы так матерением девартик идет ломает чужих внутри чужая все у нас ребята из отжиде знак мы на этом мини противостояния не тоже побежать на маленьком отрезке на маленьком участке карты и вынужден будет панскор приноси себе еще какие-то сантриварды чтобы как-то раздеваться ну да и в 14 день пока скрипса там все хорошо брю мастера 8 на 1 купил себя уже потолки принес через курьера было 4 к видим закачал лазер только на двоечку паник пор машин но тоже да воспряли духом что называется уже диздек начинают нагонять войны на сложные линии то он совсем обогрел нужно просто подходить ему шеклз в лицо дал спектра побил с руки и вот уже панику не так приятно ну посмотрите фаник на сложной линии еще ни одного того как и не проявил конечно бред вот только только первый конкурс не пошел в ход значит что вообще никаких проблем не ощущаетесь фаник себе уж сапог я сможет приобрести уровень 4 но и понятное дело стоя соло против триплы x получает очень быстро здесь на лава 6 не оставит себя долго ждать тем временем переместились такие саппорт на топ линию теперь уже полноценно трипла получается на легкую navi и вот уже некомфортно теперь стало товарищем 333 на этом думаю что пока приостановится нужно тоже надо когда подпушит линию на смост ну кстати линия уже подпушила тихоньку пытается сделать какие-то стаки здесь на вели нею все еще удерживают так находит урна регенерации здесь ремню пнд оставлять для дэнди дэнди тоже устремился есть сапог фаник пытается гонять и саппортов которые там делают кита полы оттуда их тоже подворовывать сейчас линии получится его 5 смотри тире нему и четвертый сапог есть толчок есть 12 на 3 крепст от фаник и даже кривст от лучше ему спектр это конечно бред так ну и вот есть перемещающийся с левел третий подворовал экспутам всям собственно где-то крепочка подворовал тоже у своих соло персонажей пытается какой-то создать видимость активности своих интересных действий сейчас видим подстраховывает кентавра мало ли не пойдет какая-то атака это к нару конечно же фанику давно и ответил не получает такой супер активный игрок у нас это было первой карте два раза пытались на и кого-то забрать и не вышла тебе не пнг-шку пробивают отлично все-таки вышел в тот момент здесь у нас гардер дал хорошую фисурку но и кентавр тоже не растерялся прокастовался ну и фб за lgd вот так вот не начинайте вы начинают ваши противники обычно такое выражение связь на футбол но тот тоже работать действительно как оно и получилось что на вы имели две возможности сделать первый склад ни одну из них не реализовали в итоге лжи здесь сделали себе сами вы же появляются у хвоста соло ринг нафармила себе на тиньки риденди ну и теперь прямой выход должен быть добутся в тревел тайминги неплохие крипстат тоже мы видим топовый на карте причем бремастер переговорит практически салат то есть один скрипов и достаточно существенная плюс ксиму 16 своих зданая у нас дэнди а бремастер тут явно крипов не досчитался на линии так искаем топ линии мстит и посмотрите кентавру вместе с хвостом они зарабатывают себе фраг причем даже без эру убиваю через то что он очень интересно найдем соняю счет на и нас фаник пошел бить лицо к у фанику же может бардеть у него есть купол купил согласов хэст вы мастер что подтягивался пас напасть видимо на этого флэнера но ничего не получилось пусть к сегодня еще и бардет стоит сам ганг изначально был обречен на провал бардет агрессивную носку но фаник сейчас будет искать возможность как-то размять пхп оппоненты поставить купол чтобы добить этого сейчас он будет ждать но есть что-то говорят инвиз от мираны не пошли вот так вот заходить в спину противнику клини конечно очень удачно от вышла сейчас убегает спектра под свой тавор но вот можно ес настигнуть фаник видит еса данную инвиз от мираны пропал и в общем то первые этот алтимейт они не реализовали вот этот спектру можно занимать хорошо эрол впритык прям ставится купол стар штормы и накрывают чем брюмастер который тоже до 100 п его тоже накрыл куполом поэтому ничего не получается сделать здесь вот житель стопе вроде бы тоже провязали видим не хватило не хватило и второй фраг для нави неплохо уже врывается вперед так ваника пускай понимаю хочет купить и пт пишет тайную лавку здесь брюмастера будет настигать они конечно опять же очень очень нагло играет просто под провязал хорошись на базу бегом трасс а на топли не отправился вот так вот решили сделать на вид такой интересный саплайн так в середине подцепили хвоста пошел тех же держит брюмастер клэп ну прайма сплит либо пытается делать хвост спектра здесь тоже приговорили в итоге ван скоро и мирану ведь тоже подняли здесь нет уже из кейпа у хвоста поэтому тоже будет погибать неплохо неплохо и в ремастер это был тем 3 2 моментально ответочка то джиди очень кстати и спектра себе там его 6 опнула то есть был у неё хаунд и все вместе подлетели и разорвали мы для моей пепы при проигранном мидлейне это хорошее подспорье того чтобы собрать какой-то быстрый тагер сейчас плюс ко всему этого разрушка есть дополнительные деньги появятся а фаник стоит на линии с тем против кого он хотел стоять с которого делали саплайн стоит против кентавров мы продолжаем школьничка на своем мидо спать это терим ответная так от нави хороший пошел кисурка в ответ и фнгшка отдается 4 2 начинает фидоньки немного халявная игра не прошла сразу видно надо потеть надо уже какие-то более отчетливые действия делать ну и конечно булки расслаблять свои не стоит ни в коем случае хоть и противник может быть не самый сильным тем не менее наказать может сейчас например кентавр хоп и найдет бенди в чем у нас рассказ-то забирает спокойно стан на болезнь и стопит надо провязать стомпит есть дэнди лазер дает и еще пока живет есть тики нет стиков не было стиков не было да и сделать и фраг кентавр продается цветочку ванскор пытается забрать на 3-3 кул залетает сан фнг и кентавр набить бы надо добивает кентавра да и делаю фраг в ответ ну и кентавр скажем своей задачей справился цель была забрать тинкера и он и благополучно выполнил тем более тикер не успел информировать свои травы а то есть большой-большой плюс тем дольше тинкеров армии дать фанта дегера нам бутов тревел там и такой на всякие тем лучше для ребят из лжд 5-3 пока счет есть над игры позади уже смотрим на графике вот видим на велики тысячи сейчас все преимущество практически потеряли уже поиски осталось только преимущество 2000 тоже за счастье медлайн видят здесь двоих пошли марш в машин четвертого уровня лазер ракетки тоже на двоечку по ингредиент пытается стакать для тинкера тут очень много фарма будет в рамочном итоге на хвост пытается фармить нижнюю линию купил себе рикфок филла есть брейсер дальше соберется бедра мафе джонс статовый мир она выйдет нужно потом появятся артефакты на какой-то дпс возможно ли на выживаемость зависимости от ситуации так фаник но вот немножко осталось до рецепта на мидас я буду ставил себе несет дэнди единственным до встречи пошла вообще сравнивать так вот пик конечно наверно не стоит скажем недооценивать пик команды и все-таки спектра это очень сильный лейт может быть остальные герои не столько сильно полезно будут выйти одну вот опять же спектра и рейнион смотрите фаник через купол забирает китара удался в точку спектра тоже напасть висурка пошла фаник перекрывает с другой стороны но и здесь без продолжения плюс ко всему и тинкер на постаховочке уже сможет прилететь это уже прилетает ракетки марш машинс немного конечно фаник фармить и даст но тем не менее и 5 4 а весного сокращают разрыв по фрагам до минимума аркан бутсы что-то шаман брюмайкер на 150 монет осталось до покупки даггера есть тоже аркан бутсы но левел шестого еще нету не рано не дофармил там у фэнджеса вот он тот самый мидас появляется у фаника по всей видимости до фарма даггера над этим активных действий не увидим хотя вроде как на и должны по кулдауну купола выдавать это хорошие мувы мы сейчас например потом из мираны можно тоже войти до спрямость распрятался комиссионная рома определить на удачу давай хвост он даже элементарно верно бремастера не видел ну и очень аккуратно сыграли отжить в этот момент просто разбежали стараются держаться около своего керри героя на сэйве случиво даггер приобрел себе бремастер действительно так оно и происходит спектра фармит одно а сзади готовится уже четыре тиммейта случиво влетать на подстраховки так вот кентавр еще 400 майн до даггера тоже конечно крайне необходимый артефакт будет для этого кентавра дабы врываться ловить тинкер конечно тоже нужно будет видим что дэнди нафармился практически уже на даггер даггер не уже появляется да все отлично по детальному форсу прежнему держу топовые позиции на вид то есть даже если они проигрывают какие-то замес какие-то небольшие стычки в любом случае формат они нам очень так вот и не стампеет ну и дэнди просто уходит на даггере да и вот стапит был провязан в пустую уже активно начинает давить на мораль у нас этот вот тинкер который очень сильно мешает и пушить мешает и драться мешает все мешает в общем если нужно найти что него право нужно каким-то образом поймать так и снова полетели врывается фаник купол по двоим сразу 2 тп сюда и сурга пошла здесь у нас ванскора пытается брать фиг трафа них сделал фрак вот умирает ванскор два в один размен и эрл ой-ой-ой-ой-ой приговорили таки спик труп тенди продолжает бить у нас из кентавра как и собственно вся команда вина это 4 получился почему сейчас еще пофармит варды вот они реализация куполочка вот на реализация даггер на тинкере много очень урона в этот купол залетает возможно даже будет смысл какой-то купить аканим на файде может быть не сразу после медаса где-то после мама например там видим пока перчатка появляется и судя по всему это будет мастером так ну и спектра файз и вангуард 123 пока ну спектра такого дефолтную пакет билд берет с времен первой доты да то есть поплотнее одевается там может быть потом не радианс и пути куза появится облегченный вариант лайт версия терения хвоста приговорили в своем же лесу стоит отметить хороший агрессивный варды с команда lgd видим мы здесь варде стоит и здесь варде стоит подлавка теле нас вошла ой как спектру больно очень входит но опять же вангард помогает не пережить это есть магический прокаст и 40 пошла он скоро проблемы взлетает ракетки теперь на картера и под марш в машину мы уже набегать в общем тоже заметили наверное ребята из нами что как на спектру нужно большими ресурсами нападать иначе забрать невозможно разорвались шамана просто примать конечно же спокойно уходит и даггер появляется на кентавре гель-ель дофармился здесь у нас 333 или живой ползет до своего фонтана но с даггером зато даггер хорошо 2 даггер на команду уже есть на двух таких вырывающихся персонажей в принципе главный тегера теперь активно юзать реализовывать их но этим самым в принципе давай а фарм спектре ну вообще вот при таком пике команде лучше должна работать система 4 плюс 1 до то самое знаменитое то есть четыре персонажа кроме супер керри героя тире нефа не открывается шагу было мистик флэр вот у самого бога срабатывает враг срабатывает и стык от а кроме керри героя ребята что четверо устратика тэкшен сами нападать устраивать экшен да и драться нон стоп а тем самым развязываю руки скажем своей спектре которая будет фармить на всех линиях да и потом быть с кем-то артефактами и собственно покажет оппонента на тире и нас на брюмастера пошла так а брюмастер виде бог подумал что байкер на праймал сплит ему хватает лол на последней тычке буквально успевает про юзать magic бонты и уходит праймал сплит хорошо спасает себе свою жизнь конечно на грани ножа ходил но тем не менее полезно так на тире ним фаник подставляется под рассказки там тоже пошел двоих слили моментально прогрели немножечко здесь хвост вместе с дэнди и итоге были наказаны 9 10 а впереди на один фраг на 17 минуте смотрим на графики графики показывают что на весь преимущество 4000 по деньгам по xp против или 10 даже неплохо тогда то есть все форме у каждого из персонажа набить какие-то уже хорошие было где-то более-менее стандартные уже шмотки посмотрим вот по уровням героя последний залетел это фраг очень активно играет ванскор какой закончил свою мысль что большинство xp стал преимущество что есть на виск внутри на краски на тинкере на войде топовый лаву не на карте пока они сдают темп этой игре 19 дэнди летает нас купил себе ставш но первые намеки то что пиктагончик себе скоро будет приобретать прежним удерживать топ-3 позиции по нет форсу у нас на ве но он же типа от смоком пытается устроить что-то интересное да у спектры видим 133 то есть после вангуарда пока не особо фарм хорошо идет 800 монет всего лишь на фармил понятное дело что спектре нужно больше вопросов где-то больше взять сейчас подфармливает мид опять же но ничто и и не страхует тот например вручок фоника вместе с ванскором ну или прилет от тинкер например то что очень опасно так они потеряем забирает соло tower 2000 денег у него имеется совсем скоро будет хватать уже нам марш том но достал что-то пульту забрать принципе давно вот у нас там есть и так он первого уровня у тинкеров летает ракетки выдает спектре там ну не особо много дамы же вносит но и только одни ракетки амки ведь и лазер догон залить а потом рамы и все еще раз по новой это уже будет страшно плюс одумаю что ленди следующим артефактам уфер выформить себе терял дэйд ну и в принципе в соло спектрой будет разбираться попытки запустите нас победу и тут navi сейчас и фтпр кентавра на т2 тп что также есть без даггер пока вошел кентавр получается алис пошел каун подсоверением от спектры там это правильно на на и пытаются уйти здесь skype получил хекс благополучно погибает ставится на 3 бар до остальных разбежались может быть на развороте на и пытаются где у нас там фаник вот фаник бежит купол то у него уже есть крисорка пошла фнг стоял в центре бар тире не ворвались брюмастеры пытаются разложить брюмастер 300 хп хвост прыгивает и праймал сприт хорошо забайтил на себя здесь брюмастер на развороте кидает хвост на кирпич стар надо конечно же тинкер улетает ну и нужно добивать хоть кого-то там тире не в спаде пошел фаник после клубов нг усопают и вот и ладно спасает фаников нг хорошая игра у нас сверху на 33 предел про то что за шаманы фаник одогнал тики там тоже погиб и в общем два два раз не получился нг сделал дабл даже юр на 2 за два заряда есть зашеду шаманов отправился и наверное по-доброму нужно текать так вот с яшей он скоро мистик фэр у него уже откатился есть боксер мы попытаются наверно нагнуть как-то спектру не было здесь вижу на лошади на подходах кроне нижней при заходе в лес поэтому он должен быть и погибать залетает шот аркан болт саленс на и мистик флэр сверху все просто как по нотам 14 12 но опять же все просто только на этом фраге я в остальных замесах скажу на вид не очень комфортно себя чувствует размениться может даже себе не плюс но в целом формат они опять же покруче покруче поэтому динамики видим у них все-таки есть какой-то рост экономики и за счет этого пока выезжают рассмотреть потихоньку вы знаете вроде как и не осознанно но зажимаются lgd вот так вот смотрим на меню карту да а видим расположение портов то есть уже более-менее защитные ворды и стали ставить lgd то есть китас в своем лесу и так далее готовы к оборонительным каким-то действием хотя пик то у них очень даже боевой готова не им врываться так вот моральном плане конечно давит наличие там тинкера по всей карте практически там летающий фаник туда-обратно чем наводите много всего ужасного и ложи как-то вот сами того не захотели но зажали пока вот сейчас строят какие-то смог атаки из под своей базы у товарища китайского иероглифа 1700 монет после вангуарда опять же цифра пока не критично и не фатальная для navi но это все с течением времени немножко подфармить пока нет опять под от ворсу но при выкупе скажем полотом дипузл блейда и либо при покупке радианса ситуация на карте может корни измениться там уже спектра свой хаунд один будет сливать ну многих персонажей нами скажем так да потому что ну вот кого кого герой ты не возьми большим количеством здоровья герой не обладает максимальный запас здоровья видим тысячу сто тысячу векций для спектра это вполне подъемные цифры фаник теперь не просто-напросто закрывает спектру хорошая песурка стороны иеса мистик флэр правда и пытаясь забрать пик труп от хаунта патопита пытается уйти и фраг сделать нами не получилось еще прям это может войти спину хорошо заходит с кавров мэйдж проседать ловит apple edge пошел хаунд и здесь будут гнать ой-ой-ой спектра что ж ты делаешь ужас 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 чё до конца не обхилилась ворвалась на халст и думали сейчас по конвейеру буду сливать на ви но тут бенди не растерялся развернулся прокат сигнал и слил спектру секунду но и итоге из практически должно должного выигранного замеса прибавил шлифтек замес проиграли потерянем стан на развороте руб будет залетать кентавра нужно бы еще со шторм и нибудь дать стоит артур последний счет у сверху прыгивает до конца хвост забивать надо это неподъемный кентавр оказался многих хвост забивает приговаривать еще и следующего ну и тут ультра килл делу хвост потому что слишком много магического прокаста вносит нас бенди да и ну что ж стрикуют нас сегодня нави против команды lgd с дек сегодня отменным бенгод лайком отметился уже dnd на пудже двойным рампэйджем отметился у нас фаник на ночь из профите ну и сейчас вот хвост номера не ответил с ультра киллом так что прям собирают собирают всю хвалу я думаю что дэнди тоже рано или поздно сейчас свой бенгод лайк либо рампэйдж сделает все таки он уходит свои суперские артефакты сейчас активно выфармливает конечно же на это song при появлении тэрилблейда магический прокат там все станет намного веселее 1913 мы видим что сдают свои позиции lgd опять же спектра которая особо не фармит пытается помочь своей команде входит в драке помирает там благополучно остается без должного фарма и видим оставание того что мой тинкер учитывая два с половиной раза от хвоста в два раза и пока на такую надеюсь конечно не стоит ребятам изложить здесь так фаник тирением выфармливать себе пока пешку осталось нафармить на сфиток хвост у нас манта стайлами ванскорка треска баклера прямой выход меканзам став на венге ну и дэнди 2 300 осталось 1000 монет так ну то есть себе взял фаник и перемещается на нижнюю линию хотели подавить бемастера бемастера сколько получено уходит ну раз такое дело раз уж собрались вместе то наверно стоит там тем более осталось 4 хп я думаю без особого сопротивления от 6 то вы должны будут отдать нг сразу стоит агрессивные ворцы но сами можете хотя бы пошли в размин поставил шаману спорты на медлене плюс иллюзии бьют плюс из катапульта там он пытается забрать юзы грифортификейшн на венадеке не фаник пришел что заперли на нижнюю сторону здесь может нас поставить за при мастер и ловит очень сильно поставляет вам фасалинс конечно большие проблемки приговаривать мастер хаун спектр надо ладну прилетать смысла никакого нет да да здесь конечно при мастер был неправ хотел опять же сыграть как лучше на даггере влететь там клэпнуть дать свой праймал сплит в итоге на реакции оказался нас быстрее ванскор хорошая микро мы видим во время нажал савинс в общем-то здесь прям альтера за окна парада большие ресурсы пришлось потратить то есть купол был потрачен офисорку залетать и взлетает у нас все временем кентавр проказ дал фаника держит дыр агнекса его лишить и дэнди на развороте проказ плохо стомбитом пытается спасти диски товар свою свое тело будем выражаться манернее там фраг еще снизу сделали как понимаю на спектре нас петру в бенка вместе со хвостом забирали на очередной раз это отправляется таверну конечно 2600 опять же тот самый вангвард висит и пытается все таки я так понимаю то радианцев выйти на спектра но опять же уже нет возможно собрать радианцев 30 минуте ну а позднее артефакт уже не принесет той полезности который могу принести скажем на ранней стадии игры что 35 минуте уже ребята знали чуть ли не есть по два серьезных артефакта на каждом и естественно выживаемость хватает и уже не так страшно этот радианцев спектр и пока вы покупаете фаник но вот дать эти мая штром бкб 2 практически есть полторы тысячи сверху пытается ловить облинию откатился у него уже купол и это рел блэйд появляется у нас у тинкера вот сейчас посмотрим внимательно сейчас это весело потому что дэнди будет летать он уже в принципе сливает в салат счету шамана но это саппорт но сейчас можно замахнуться и на цели более выживаемые вот например сейчас пытается таковать спектру в арте были поставлены хау хорошая влета от кентавра там теряне мы шоу шамана продали фангэдис подставлять снова хп стампиды и нави нужно пережить так хорошо фаник ставит по двоим купол рассказы от ванскора забревает беймастера минус так же и кентавр и фаник делает даблкил ес приходит фаника пытается отмстить прайма сплит в те время от беймастера который сделал байбэк москор подворовал гем нет не успокоить ген собирать спектра ванскор ловит кирпич и ванскора здесь продают спасти его уже не представляется возможно хотя вот видим тикер будет залетать сейчас дайте хорошо ванскор занавился вот почему он несказанно рад и выражает свою радость видим чате вообще бегло бегло манси манси луты где-то манси второй так он на все время ему дэнди продолжает фармить чужие леса вообще все фармить это важно на топ и 25 15 опять же какая-то такая себе драка получилось но это не особо важно 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 только то что нави продолжает доминирует на этой карте видим что графики не уклон у нас уже раз падают вниз начиная там уже с минуты десятый какой-то наверное с этим ничего ребята из лжд сделать не могут данной выиграть уже порядка 18 тысяч по деньгам по эксперт уже посмотрите цифру по эксперт такая жесть и спектра только-только уфармивать себе саккар ну и будет радиант конечно будет 1200 хп с этим радиансом и по-моему дэнди не простит спектрус 1200 хп просто не простит и по-моему не просит не только здесь дэнди уже и мирана выходите самый непрощающий артефакты то есть уже есть до менедж там последствия какой-то мкб или какой-нибудь доедалось появится уже в соус спектре будет объяснять да и фаник тоже уже практически смеял ниром достался уж 100 монет так что этот радианс чувствую себя не оправдает учитель взглянем на индивидуальные творцы посмотрите на и табличке если что спектра здесь нелосок среди игроков нави остальные конечно глубоко минусе шамана не просили в причем фаник нажал пока мышку наверно зря можно быть продолжать эти подписку ровно проседает и тут у нас дэнди только так вот дал счет как-то биттерил байда без остальных способностей ну не ждал не ждал просто здесь нарваться на фиссурку по таймингу вайт картера поэтому так все и не качественно не прорезал давит топ линию на вибрубайк серене фаник по их ловит видим купол забирают приматера забирает кентавра тут без шансов не забавим что приматер еще байбек делал то есть теперь минут как нужно будет давать я поднимаю что и кентавра байбека тоже нет да но в общем то на это на это игра и закончится сейчас да топ линии без сопротивления нави снесут хотя вот партии какие-то ставится еще пытается лжи дефы да и нави уходят нави будут забирать 2 тава не сейчас решают нами нужно еще немножко поиграть третий догонте времени мутинди фаник нилнир себе дособирал мкб появляется у хвоста скобров мейдж у нас имеет мекканзом ну и бенгап форста фогар клаб и кем так ну что все внешние товара были потеряны тоже дим потерями не только внешне трав потеряна инициатива потеряна вообще либо возможности серьезные на камбэк в этой карте все очень плохо так тут спектра пытается уформить себе на свой рецепт arrow залетает не цепляет на фас это принципе неважно просто будет просто бить с руки благо здесь есть который будет спасать там поставил это слэм фаник прыгивает рассказы разорвали витами ес разорвали кентавра минус 2 отметились по фрагу дэнди фаник но стал спектру спасли это плюс сейчас еще немножечко фарма купит себе радиан заветный спектра и может быть разок-другой успеет провязать хаунт и будет там земрадианцы мышеч оппонентов почему я говорю может быть потому что нави вроде как уже готовы подниматься на хайгрант выбирает себе удобную линию для для заходных аккаунт это линия нижняя вот он заветный артефакт 31 минута дособирал такие спектра напотела натерпела главное это цель которую нужно достигнуть вот свою цель поставил перед собой раз китайский аэрограф и это цель выполнена остальное не важно то что вы проигрываете в салат эту катку все преимущество противник может 25000 по деньгам по экспе 35 это ерунда главный радианс есть ну что глиф фортификация на 3-та уже практически упал фаник готов рваться ей готовы у него купол теперь они вырвались в него фаник пытается брать раз касса стампит фаник пока живет сюда за кого держит фаник погибает какие-то там прям афи разорвали опять же без правил москве там дэнди масса у нас приговаривает еще кого-то в общем но эти кто-то будут пахнуть на стопы посмотрите с вами дэнди вот его 3 полкил мы ждали от него побольше стриков пока но убивать больше некого единственное что есть осталось ну и как я пишу у нас ребята из lgd 2-0 так вот нави вполне спокойно скажем переигрывают lgd с дек ну очевидно так может сами говорили может быть не самая сильная команда скорее всего даже и аутсайдер этого турнира но тем не менее нави сыграли проскликали своих персонажей потестили паджиков тинкеров всяких там войдов ну и в целом будут готовы наверное сражаться дальше так ребят что же мы получаем с вами получаем с вами окончание еще одного четвертьфинала ну и в принципе в целом четвертьфинала уже должны были подойти к концу а значит мы будем плавненько переходить уже полуфиналом полуфинале на следующий матч ожидает между ребятами из ньюби и и и командой вичи гейминг две команды китайские у нас столкнуться между собой матч начнется в 11 30 сет то бишь 13 30 по москве что простите какие-то нас в москве что издеваетесь так секундочку этот пытаюсь уточнить сейчас потому что если 13 смоскет нас пауза будет огроменнейшая просто иметь не очень нравится сейчас сейчас я посмотрю это там точно не скажу так не биближи гейминг до в 11 30 12 30 13 30 в москве даже то есть через два с половиной часа начнется следующий полуфинал следующий матч ох ребят это конечно очень большая пауза я поставлю заставку возможно даже подробнее какие-то папочки пока не знаю в общем-то игры будут стартовать строго по расписанию поэтому не рассчитывайте на ранний старт но если такое случится я обязательно свои пабликах оповещу поэтому подписаться в качка ком с лошадок от тиви ну и twitter . ком с лошадок от тиви тоже подписывайтесь буду я вам за это благодарен то ребят ждем полуфинала ждем матчей юбе и вичи гейминг ждем нави их оппонента кстати непонятно пока кто там еще видимо выясняется кто выйдет на старым полуфиналистом ночи смотрите слить и за информацией смотрите на стрим периодически заглядываете но и в целом мы с вами еще не прощаемся нас впереди еще достаточно интересные матчи будут так что так что говорю я вам пока 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 пока